Здравствуйте! Магазин Автодети. Меня зовут Ильдар. Сегодня мы покажем как снять чехол для стирки с кресла Concorde Transformer T. Начинаем. Для удобства сначала приподним немножко подголовник и начинаем теперь снимать чехол подголовника. Тянем за два вот таких черных маркера, прям ручки, которые дают вытащить чехол из под паза, куда заправлен. С задней стороны он держится на двух красных крючках. Зацеплены резинки, теперь с нижней стороны. Для удобства можно еще больше приподнять спинку и увидите четыре резинки с двух сторон по две штуки, тоже на крючках. Чехол подголовника. Теперь отдельно боковины, они поочеркно снимаются независимо. Отцепляем липучки снизу и вытаскиваем с нижней стороной и вытягиваем ее. Здесь не забудьте перед стиркой вытащить такие пенопластовые вкладыши, дополнительная боковая защита. После стирки возвращайте их на место. Поковины сняты, теперь чехол основания. Сначала цепляем кнопки по кругу, стягиваем переднюю часть, вытаскиваем ремень подтяжки изофикса и с задней стороны цепляем две кнопки. Вытаскиваем два кнопки и последнее, что его держит, это пластиковая накладка с задней стороны. Просто наверх поднимаем и автоматически выходит. Чехол снят для стирки. Напоминаю, что стирка в бережном щадящем режиме 30 градусов и после стирки желательно прямо в влажном виде одеть все на кресло, пускай на нем досыхает, так он лучше растянется. Теперь в обратный порядок собираем кресло, надеваем нижнюю часть. Нужно не забыть сначала одеть в пластиковую направляющую пластинку за спинкой. Подлокотники. Выводим ремень, который подтягивает софт-флатч изофикс и кнопки по кругу. С задней стороны последние две кнопки. Одеваем чехол боковин. Нужно видеть, что пенопласты вкладыш там ровно лежит в своем кармане. Там прямо указано какой стороны его нужно вставить, там бирочка прямо есть. Накидываем вставил и прицепляем липучки. Теперь чехол подголовника. Накидываем сначала просто сверху, зацепим сразу резинки по бокам. Обязательно две резинки, которые цепляются вот около направляющей. Для ремня, красный крючок. Обязательно сначала резинку, а потом только заправляем чехол в паз, а потом не получится заправить. Такой трудный доступ. Теперь можно опустить подголовник вместе со спинкой. Заправляем основной чехол в паз, в прорезь подголовника. Продолжение следует... 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 Можно даже воспользоваться каким-то предпоспособлением, например линейкой, чтобы аккуратно заправить. Чехол одет, спасибо за внимание, подписывайтесь на нас обязательно в соц. сетях, до новых встреч!